Эти соревнования давно уже обрели статус международных. В этом году были участники из Испании, Бразилии, Канады. Кроме того, тут были представлены различные штаты США. Плеватели из Калифорнии, с восточного побережья, с соседнего Чикаго и, конечно, много местных мастеров. Многие люди приезжают с семьями из года в год, как, например, победитель этого года Кевин Бартс. Он стал победителем уже второй раз. Первая его победа была в 2015 году. Мне было 10 лет, когда я впервые стал участником чемпионата по плеванию вишневыми косточками. Мы приехали сюда с моим отцом, который был уже мастером в этом деле. Потом в свое время я сюда привез своих детей, так что для нас это целая традиция. Вам не надо много тренироваться для того, чтобы добиться успеха. 5-10 дней на дорожке перед домом, и вы готовы к победе. Я выступаю уже 5 лет на чемпионате в роли судьи. С самого утра участники собираются здесь, на этой ферме. Мы разделяем их по возрастам, отдельно мужчин и женщин, и проводим отборочный тур. По результатам отбираются лучшие 10 участников, и после обеда мы проводим финальный тур. Наряду с правилами, устанавливающей дальность плевков для мужчин, женщин и подростков, на чемпионате существуют и шутливые. Так, например, запрещается. Использовать во рту порох, керосин или огонь любого вида. Выплевать косточку из носа или уха. Вы проигрываете сразу, если косточка прилипает к губе или подбородку. Я начала тренироваться, когда была совсем ребенком. Тренировалась перед нашим домом, и моей маме не очень нравилось это мое занятие. Я не сильно рекламирую сейчас среди своих друзей. Даже не сказала своему молодому человеку, куда я поехала. Но для меня это большое удовольствие. И это все же спорт. Сосредоточность, баланс, положение языка. Вообще, я люблю участвовать в этих соревнованиях. В этом году состязания проводятся уже в 46-й раз. Сейчас их организатором выступает внучка основателя чемпионата. В 1974 году прошло первое соревнование по плеванию вишневыми косточками у нас, в наших вишневых садах. Мой отец думал о чем-то необычном, что привлечет больше людей в это прекрасное место. Конечно, для начала нужно было установить как можно более точные правила. И вдруг нашей семьи, настоящий большой спортсмен, разработал их. Мы попробовали много различных соревнований. Арбузные, персиковые. Но в результате самым популярным стал чемпионат по плеванию вишневыми косточками. В настоящее время Линд Сейч вместе с младшим братом Биллом и младшей сестрой Моникой с успехом продолжает бизнес деда. И даже если вы не рискнули принять участие в соревновании, вы всегда сможете попробовать плюнуть вишневой косточкой в другое время и в другом месте. Можно даже купить специальную косточку в специальной коробочке с надписью. Плевок в вишневой косточке похож на хороший чих. Они оба полезны для здоровья. Татьяна Клик, Екатерина Еловецкая, Роман Верховский. Настоящее время Америка. Юклер, штат Мичиган. Субтитры создавал DimaTorzok